Всех приветствую, мои дорогие! Весь год я собирала пустышки декоративной косметики и хочу показать, сколько косметики у меня закончилось за год. Сразу хочу предупредить, что закончилось всего очень много, поэтому я не буду про каждое средство рассказывать. Я в течение года рассказывала и ушло косметики много, потому что помимо того, что я каждый день делала макияжи, а бывало и по два макияжа за день, и в течение дня я обновляю и пудру, и румяны, и хайлайтер, и средства для губ. Так еще за год много уходит косметики на сводчи. И также часть из того, что я вам покажу, уже на начало года было хорошо поиспользовано. И давайте приступим. Начать я хочу с консилеров. За год у меня закончились три консилера. Первый от Makeup Revolution. Консилер неплохой, но вы знаете, его мне хватило ненадолго. Какая-то там текстура, которая, можно так подумать, что сама куда-то потихонечку исчезает. Консилер от Faberlic. От него я особо эффекта на своей коже не заметила. И консилер от Artvisage. Вы знаете, как я поняла, на моей коже особо консилеры не держатся. Поэтому мне, наверное, трудно их хорошо оценить. Под глаза я никогда консилеры не наношу. Использую на какие-то проблемные места на коже, пятнышки, прыщики. И вот на небольших недостатках почему-то на моей коже консилеры долго не держатся. Дальше я вам хочу показать базы под тональные кремы. Их у меня намного-намного больше. Начнем мы с базы от Estrada. Здесь был небольшой объем 20 мл. И, вы знаете, база меня не впечатлила. Мне кажется, что я бы наносила какой-то легкий увлажняющий крем. Что эту базу особой разницы не было. Следующая база от Catrice. Тоже неплохая. Но, знаете, прям какого-то такого впечатления на меня не произвела. База от Evelyn. Выравнивала немного текстуру кожи. На все базы у меня хорошо ложились тональные кремы. Но, вот знаете, желания повторить у меня не возникло. Дальше покажу вам базу от Essence из лимитированной коллекции. Вот эта база мне понравилась. Объем здесь небольшой был. 14 мл. И, вы знаете, она хорошо перекрывала какие-то покраснения, прыщички, пятнышки. То есть, действительно, я от нее видела эффект. Ей я осталась довольна. И также покажу вам от Essence из лимитированной коллекции. Иллюминайзер. Я его, наверное, отнесу к базам. Потому что я его использовала то, как хайлайтер, а по большей степени именно как такую, знаете, подсвечивающую базу. И давайте посчитаем с вами. Закончилось у меня, насколько я вижу, 5 баз. Дальше мы перейдем к тональным кремам. Тональных кремов закончилось много, но у меня кожа проблемная. Зачастую у меня, так как кремы тональные долго на лице не держатся, то бывает, что мне приходится вот макияж лица во второй половине дня делать заново. То есть, как бы макияж глаз я не трогаю, остатки макияжа лица стираю, и как бы по новой делаю макияж лица. И давайте смотреть. Покажу вам BB Fluid от L'Oreal. Вы знаете, я его использовала то, как базу под тональный крем, то именно как тональный крем. Поэтому не знаю, в какую категорию его лучше отнести. Но давайте, наверное, отнесем все-таки к тональным кремам. И наносился он более-менее только с помощью влажного спонжа. И, конечно, там расход был большой, потому что частично, ну, скажем так, его съедал спонж. Дальше покажу вам тональный крем от Evo Mosaic. Неплохой тональный крем. Правда, здесь заявлено, что он плотный. И, вы знаете, мне он плотным не показался. И у меня на коже долго он не держался. И вот оттенок был не прям идеально мой, поэтому повторять я бы его не стала. Объем там небольшой, 20 мл. Хватило его не очень надолго. И то же самое могу сказать про BB-крем от Evo Mosaic. Он почему-то прям какой-то желтый был. Мне кажется, когда раньше я такое приобретала, то в этом оттенке фарфор прям беленький-беленький крем был. Я помню, он очень на меня хорошее впечатление произвел. Но вот этот прям как-то и по оттенку мне не особо понравился. Ну и у меня вот на лице абсолютно недолго держался. Тональный крем от Catrice. Этот крем мне очень понравился. Он действительно держался намного-намного дольше, чем вот остальные тональные кремы держатся на моей коже. Он перекрывал недостатки, но при этом он на лице не смотрелся маской. Им я была довольна. Единственное, что оттенок немножко был для меня темноват, но приходилось потом проходиться по коже высветляющей пудрой. И таких тональных кремов уже нет у Catrice, потому что они их вывели. Следующий это у нас идет от Faberlic CC крем. Вы знаете, я его тоже использовала в основном как базу под тональный крем. И как-то он на меня не произвел впечатление. Давайте, наверное, я его к базам отнесу. У меня тут в руке средство для бровей, поэтому не очень удобно расставлять. Тогда у нас получается раз, два, три, четыре, пять, шесть баз получается. Так, а мы с вами дальше тональные кремы смотрим. Тональный крем от Catrice. Это у меня уже повтор. Вы знаете, когда у меня был первый раз такой крем, он мне очень понравился. Прямо можно сказать, крем мечты был. Держался целый день. Я в нем была уверена, если мне на целый день куда-то надо было уехать, я знала, что я его нанесу, и он у меня будет держаться. При этом он перекрывал недостатки, он не смотрелся на лице маской. И вот он мне настолько понравился, что потом я повторно его приобрела. И этот крем тоже по качествам, по своим свойствам не подвел. Единственное, вы знаете, под конец мне показалось, что он как немного окисляться начал. Что он на лице начал немного темнее смотреться, иногда вот в желтизну уходил. Но я слышала, что у некоторых девочек такие тональные кремы окисляются. И многие писали, что такие кремы сушат им кожу. У меня кожа комбинированная, в Т-зоне жирная, скажем так. И мне кожу он не сушил. Ни в какие поры никуда он мне не западал. Но дело в том, что я все кремы наношу на базу. И тут неизвестно, заслуга крема это или именно база помогала ложиться крему на кожу хорошо. Дальше у нас крем идет от Max Factor. Мне кажется, мне этот крем понравился. На коже он долго, правда, не держался. Но я так понимаю, что это именно особенность моей кожи. Оттенок мне хорошо подходил. И я заметила, вы знаете, некоторые тональные кремы, они вот то хорошо ложатся, то бывает немножко в поры западают. Или какие-то, может, морщинки подчеркивают. И я не знаю, ну как бы зависит это от состояния кожи на тот момент, когда вы крем наносите. Либо все-таки база тоже играет большую роль. Дальше покажу вам тональный крем Ballet 2000. Мне почему-то кажется, что он у меня уже на начало января почти был пустой. Я помню, если я не ошибаюсь, что вот я его прямо в январе добивала. Этот крем мне нравится. Я его, это, вернее, мой не первый уже такой крем. Вот в таких тюбиках, как у зубной пасты, мне кремы абсолютно не подошли. Вот этот понравился, он мне хорошо подходит по оттенку. У меня он никуда не западает. И в целом я им была очень довольна. Но потом почему-то я их в продаже перестала видеть. И предпоследний, это у нас тональный крем от Maybelline Fit Me в номере 110. У меня был светленький. Хороший крем, мне эти кремы подходят. Мне кажется, он у меня тоже уже не первый. И пробник от Reflame, благодаря которому я себе купила полноразмерный крем. Девочки, давайте считать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь тональных кремов и пробничек. Ну, как я уже сказала, это не то, чтобы вот на начало года вся косметика была новой и за год у меня закончилась. Здесь действительно многое было уже чуть ли не на дне. Дальше мы посмотрим пудры. Пудр у меня очень много, но у меня каждый год уходит примерно вот плюс-минус такое количество. У меня пудра долго на коже не держится. Я за день прям вот несколько раз обновляю пудру. Я, вы знаете, наношу не так, что вот едва-едва касаясь кистью. Я прям хорошенько по лицу прохожусь пудрой. Ну, конечно, не так, чтобы, знаете, прям чуть ли как будто не в муке лицо было. Но у меня действительно расход пудры немаленький. И также я заметила, именно вот от текстуры пудры зависит, быстро она расходуется или нет. Если пудра слабо как-то там спрессована, да еще объем небольшой, и при наборе переносе она сильно пылит, то, конечно, такая пудра просто в разы-в разы уходит быстрее. И давайте с вами смотреть. Девочки, по пудрам мне сложно сказать, хорошие они или нет, потому что, ну, на моей коже долго ничего не держится. Пудра от Лавали. У меня от нее хорошие впечатления остались. Если особенно учесть, за какую стоимость я ее приобрела. Пудра от Эссенс из лимитированной коллекции. Выручала меня очень, если тональный крем не очень мне подходил по оттенку, был темноват. Но при этом была немного капризной, иногда хорошо ложилась на кожу, а иногда ложилась хорошо, но потом как-то вот пропадала, как будто пятнами. То есть приходишь домой и как будто вот на носу, например, вообще ничего нет, сбоку где-то осталось. Ну, то есть такая интересная пудра. От Катрис пудра очень мне нравилась. Мне кажется, сейчас у Катрис таких нет. И это далеко не первая моя такая пудра. Ей я прям очень довольна. Пудра от Фаберлик. Она у меня долгое время жила в сумке. Мне кажется, я ей больше года пользовалась. Хорошая пудра. Единственное, мне не прям идеально подходил оттенок. Для меня она все-таки была темновата. Дальше пудра от Лавали. Не помню я. Мне кажется, я ей не очень была довольна. Но так как, если я не ошибаюсь, она у меня чуть ли не в январе закончилась. Мне, конечно, сложно про некоторые средства вспомнить. Я вам даже больше скажу. Если бы я весь год не собирала пустышки, декоративки, то я бы уже сама бы даже забыла про некоторые средства. Что они вообще у меня были. Пудра от Maybelline Fit Me. Такая пудра у меня далеко не первая. Слышала, что не всем она подходит и не всем нравится. Но мне подходит. Я ей точно помню, была довольна. Мне кажется, сейчас они в более компактной упаковке эти пудры продаются. Пудра от Эстрады хорошая. Но она как-то прям слишком быстро закончилась. И я слышала, что у девочек тоже они быстро заканчиваются. Дальше идут две рассыпчатые пудры. От Виба рисовая и банановая. Здесь был небольшой объем. И вы знаете, мне кажется, я больше двух лет ими пользовалась. По 5,5 грамм. Пользовалась, ну, долго действительно. И, девочки, последняя. Эта пудра у меня еще не закончилась от Faberlic. Но я хочу вам ее сейчас уже в пустышках показать. Я думаю, видно, что осталось ее на самом деле не очень много. И я ее смешиваю с банановой пудрой от Catrice. И я просто думаю, что я эти остаточки вот, ну, пересыплю. И она у меня вполне даже может вот за первую неделю или первые две недели января уйти. Поэтому, ну, не вижу смысла потом эту банку целый год хранить. Когда, ну, можно сказать, я ее все-таки в 2020 году использовала. Давайте с вами посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять пудр. Ну, девочки, для меня это нормальное количество. Я знаю, что, как я уже поняла, все мы делимся, можно так сказать, на две категории. Народ, у которого пудра вообще не заканчивается или за год одна заканчивается. И девочки, у которых, как и у меня, пудр уходит много. Ну, поэтому тут уже вот сколько закончилось, столько вам показываю. Дальше давайте посмотрим на подводки. Полностью у меня закончилась всего лишь одна подводка от Art Deco. Мне кажется, я ей года два, если не больше, пользовалась. Подводка мне очень нравилась. И она снималась при умывании, снималась пленочкой с глаз. И вторая подводка у меня не полностью закончилась. Я вам ее показывала в пустых баночках, в расхламлении. Но так как все-таки я ей долго пользовалась, и как вы видите, ну, больше половины я использовала, я ее решила тоже показать в этих баночках. Она мне очень нравилась. Я считаю, что она заслужила, чтобы быть показанной как бы вот в итогах за год. Давайте я вам даже покажу оттенок. Она особенно красиво смотрелась, если я делала стрелочку, например, черным или коричневым или синим карандашом. А вот сверху наносила ее. Но срок годности здесь не прошел. Но, к сожалению, она мне стала, вот знаете, как будто наносишь, как будто кожу жгет на глазах. Это я рассказываю, потому что, ну, не все пустые баночки смотрят. И я считаю, все-таки больше половины я ее использовала. В свое время покупала из корзины за 69 рублей. И решила ее тоже сюда внести. Дальше давайте посмотрим для бровей. Закончилась у меня за год помадка от L'Oreal. Очень она мне нравилась. Единственное, она под конец как-то стала быстро подсыхать. То есть, если такую приобретать, то надо вот только ей, наверное, пользоваться. Так, оттенок мне нравился. Брови она фиксировала. То есть, я уже в течение дня, ну, ничем больше не пользовалась. Кстати, объем здесь небольшой. Мне кажется, 3 грамма. И я ее покупала по выгодной цене в подружке. А так, мне кажется, и потом еще цена повысилась. Сейчас чуть ли не 700 рублей стоит. Ну, вот за 700 я бы точно брать не стала. Дальше покажу карандаш от Faberlic. Он мне очень понравился. Единственное, ну, как-то он у меня быстро закончился. Здесь объем небольшой, но действительно очень хороший. Тоненький, хорошо и волоски прорисовывает. Прорисовывает. Какую-то форму можно нарисовать. Карандаш от Essence. Тоже я им была довольна. Девочки, по-моему, для бровей. А то, может, я вам для глаз показываю. Нет, для бровей. Хороший карандаш. Понравился мне. Карандаш от L'Oreal. Карандаш был неплохой. По оттенку мне подходил. Единственное, он иногда, знаете, как-то чуть ли не волоски вырывал. Не знаю почему. Вроде он, ну, как кожу не царапал. Не то, что он какой-то там дубовый был. Ну, вот такое бывало случалось. И, по-моему, вот это, если я не ошибаюсь, карандаш от марки L'Etoile. Если это он, потому что трудно уже судить, то я им года три точно пользовалась. То есть, очень он такой достаточно оказался экономичным. Хороший тоже карандаш. Мне он нравился. Дальше давайте посмотрим карандаши для глаз. Покажу два таких обгрызочка. Здесь я просто уже не могу сам карандаш достать. Это карандаш от Essence. Карандаш имел красивый цвет, но он такой был, знаете, по текстуре какой-то мягкий, крошащийся. И он больше ушел в точилку, потому что его приходилось часто точить. И вот такой карандаш, девочки. Вот не помню, честно, от какой марки. В пустых баночках в свое время я показывала. Ну, мне кажется, хороший карандаш. Дальше карандаш. Так, это у нас, по-моему, от Catrice. Да, от Catrice. Хороший карандаш. Я им была довольна. И карандаш от Caroline. Это был подарок от Анечки из Израиля. Очень хороший карандаш. Тоже осталось им довольна. И мы с вами не посчитали. Получается, ну, подводки, можно сказать. Ну, давайте скажем, что две подводки закончились. Для бровей раз, два, три, четыре, пять. Для глаз четыре карандаша. Дальше посмотрим базы по тени. Смотрю, ничего ли я не забыла. Три базы у меня закончились. От Catrice. Очень ей была довольна. От Vivienne Sable. Если вы помните, было впечатление, что она изначально чуть ли не пустая была. Мне ее хватило очень ненадолго. И от Evelyn. Сейчас вам покажу, как эта коробочка от нее выглядит. Вот такая база. Я этой базой довольна была. И получается три базы. Дальше покажу подсвечивающие пудры. Первая от Luxe Visage. Мне Олечка дарила. Девочки, она у меня уже на момент, на начало года, уже практически, если вы помните, была пустой. То есть, насколько я помню, было просто огромное донышко. И, по-моему, она у меня в январе закончилась, если я не ошибаюсь. И вторая это пудра-хайлайтер от Essence. Здесь вот прям крохотулечка осталась. Я это доиспользую, девочки. Тут буквально, вот мне, может, на два раза осталось. Наносила на все лицо, кроме Т-зоны. И хорошие средства. Единственное, при наборе и переносе пылили. Итого у нас две подсвечивающие пудры. Ну, это, знаете, я как отношу что-то между пудрой и хайлайтером. Давайте дальше пропустим лаки, чтобы мне про них не забыть. Три лака для ногтей. Этот мне Олечка дарила. И вот эти у меня прям буквально... Они у меня давно в использовании. Оставалось по чуть-чуть. И вот с помощью другой кисти я все-таки их доиспользовала. Ну, знаете, целенаправленно я обнаружила, что у меня много лаков. Лаков, вот которых меньше половины осталось. И я решила, что надо вот прям, знаете, не лениться. Вот какие-то лаки брать. И все-таки, ну, хоть какие-то лаки полностью доиспользовать. Здесь может показаться, что не закончился лак. Сейчас открою, у меня крышечка прилипла. Но на самом деле там пусто, девочки. Дальше покажу вам хайлайтер. Закончился хайлайтер от Essence из лимитированной коллекции. Ну, вы знаете, он здесь больше куда-то испарился. Не то, что прям вот я его прям так много использовала. На самом деле он на момент, как я его начала использовать, уже был неполный. Потому что, хотя стоял полностью запечатанный, все не вскрытый. Потому что я не знаю, что это за текстура, которая сама куда-то исчезает. Итого, вот один хайлайтер. Ну, я не знаю, вот две пудры хайлайтера можно к тому хайлайтеру отнести. Или отдельно расценивать. Дальше с вами посмотрим румяна. Закончились румяна от Makeup Revolution. Если вы помните, они у меня были в другой коробочке. В такой картонной. Они у меня разбились. И я их перепрессовала в другую коробочку. Пользовалась я ими, мне кажется, больше двух лет. Хотя здесь объем небольшой. Здесь 5 грамм. Но это запеченные румяна. И мне казалось, что они бесконечны. Но при этом я их очень любила. Очень красивый оттенок. Мне кажется, очень мне этот оттенок шел. Румяна были беспроблемные. Целый день они, конечно, не держались на мне. Но это особенности моей кожи. И мне не составляло труда просто в течение дня их обновлять. Следующие румяна также от Makeup Revolution. Здесь небольшой объем. По-моему, 2,4 грамма. Хорошие румяна. Единственное, они при наборе и переносе очень сильно пылили. Мне кажется, часть продукта просто в никуда улетела. И также они долго не держались на моей коже. Я в течение дня обновляла макияж. И, ну, может, за счет этого как-то они у меня быстрее расходовались. И также у меня закончились румяна из палетки Essence. Это тоже лимитированная коллекция была. Здесь был хайлайтер, который у меня закончился в том году еще. И румяный бронзер. Вот румяный бронзер закончились у меня в этом году. Здесь на каждое средство небольшой объем приходится меньше 2,5 грамм. По текстуре такая рыхлая текстура. При наборе и переносе бронзеры румяна очень сильно пылили. И в использовании у меня эта палетка была долго. И вот я ее использовала. Мне кажется, в свое время тоже за 69 рублей из корзин брала. Дальше мы с вами переходим плавненько так к теням. Закончились кремовые тени от Essence. Сейчас у Essence уже нет таких теней. Хорошие тени были, мне очень нравились. Я ими довольна осталась. У меня они века не скукоживали, с века никуда не исчезали. Держались вот как прибитые. Я их и как подложку использовала. И просто с ними ходила, вот именно как с тенями. Очень довольна. И вы знаете, мне их надолго хватило. Долго я ими пользовалась. То есть они достаточно экономичны оказались. Следующее, что я вам хочу показать, это палетка от Makeup Revolution. Мне кажется, это у них были лимитки. Выходило 12 палеток. Приуроченная каждая к какому-либо знаку зодиака. Палетка у меня эта в использовании была также очень долго. Посередине здесь был хайлайтер. Также здесь была база под тени и 4 оттенка теней. Тени неплохие, но при наборе переносе пылили. Какие-то оттенки приходилось наслаивать. И долго, да, она у меня была в использовании долго. И тут объем небольшой на каждый рефил приходится. Ну и, соответственно, чем меньше теней в ней оставалось, тем уже более целенаправленно я ее брала. И вот, можно сказать, на нее делала упор. Если мне были нужны подобные оттенки для макияжа, то я брала не какую-то палетку, а старалась именно эту палетку взять. Следующая палетка от Physician Formula. Вот такая по дизайну красота. Давайте покажу саму палеточку. Девочки, здесь был небольшой объем. Как вы видите, на всю палетку 3,4 грамма. Палетка эта у меня тоже уже давно в использовании. Мне кажется, года два. И тени здесь очень-очень сильно пылили. Пока вот сделаешь макияж, мне кажется, не столько теней на веко шло, сколько вот под глаза осыпалось. Но при этом все равно я долго ими пользовалась. Но мне они по качеству не понравились. Я бы никому не посоветовала. Вот эти тени неплохие, но, знаете, тоже не из той категории, чтобы прям за ними гоняться. Да их и нет сейчас. И покажу также палетку от Ruby Rose, которую мне дарила Олечка. И которой я палеткой с удовольствием пользовалась. Я думаю, последую вашим советам. Вы мне посоветовали эти оттенки перепрессовать в палетку от Essence, которая у меня также была в Project Pain. И уже как бы одну палетку использовать, чтобы она в пустышке за 2021 год ушла. А эту показать сейчас. Девочки, я не знаю, буду ли я точно перепрессовывать. Мне кажется, тут вот, знаете, больше возиться вот это все выковыривать, куда-то там перепрессовывать. Возможно, я прям вот из этой палетки буду ее использовать. И когда здесь тени полностью закончатся, я вам просто покажу, что вот все, палетка пустая. Но я считаю, что все-таки я ее закончила за 2020 год. И поэтому показываю сейчас, но не выкидываю. Я буду эти оттенки доиспользовать. Мне эта палетка нравится. Рука у меня к ней тянется. И я всегда ей пользовалась с удовольствием. Несмотря на то, что какие-то оттенки были не сильно пигментированы, их приходилось наслаивать. И тени при наборе переноси пылят. Ну, вот мне палетка все равно нравилась. И удовольствие было ей пользоваться. Дальше давайте покажу вам туши. Что-то я про них забыла. Посмотрим с вами. Девочки, туши мне тоже крайне сложно оценивать. У меня свои ресницы, ну, как мне кажется, неплохие. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, мне подходит практически любая тушь. Если она изначально там не подзасохшая какая-то, то, в принципе, с любой тушью, ну, мне кажется, что я могу неплохо прокрасить ресницы. Единственное, ну, с какой-то одного взмаха щеточкой хватает. С какими-то, может, чуть подольше надо повозиться. Миниатюрка от Too Faced не произвела на меня никакого впечатления. Щеточка была большая, не очень удобная. Девочек, сейчас я попробую показать. Я просто в руке держу остальные туши. Единственное, меня удивило, что мне ее очень надолго хватило. Мне кажется, я полгода ей пользовалась. Но она у меня была в подарочном наборе. Вот просто так я бы не стала покупать ее. Я абсолютно не заметила никакого такого эффекта, чтобы я сказала, да, девочки, она стоит своих денег. Потому что, насколько я знаю, эти туши не бюджетные. Туша от Bourjois очень мне нравилась. Единственное, она бы не всем подошла, потому что у нее была очень сильная отдушка. Вот знаете, как будто какой-то парфюм. Мне это не мешало, но думаю, не всем бы это понравилось. Очень отличный просто объем придавала. Я ей была довольна. Тушь от Ariflame тоже мне понравилась. Мои ресницы удлиняла и как-то глаза более выразительными делала и разделяла. То есть мне она беспроблемной показалась. Тушь от Faberlic. Это прям мне тушь очень понравилась. Единственный минус, ну, как я заметила, туши от Faberlic как-то очень быстро то ли заканчиваются, то ли засыхают. Но вот пока вот они еще не закончившиеся и не засохшие, работают они отлично. Это тушь прям восторг. Дальше тушь также от Faberlic, но вот как-то она на меня впечатление не произвела. То ли она изначально была немного, может, какая-то тоже подзасохшая, хватило ее ненадолго. И вот с ней особо никакого эффекта не было. Тушь от L'Oreal на меня не произвела эффекта. У меня здесь была проблемная щеточка, которая была невозможна потом обратно вот так засунуть. Щеточка мне это особо не понравилась. То есть, да, ресницы с ней были неплохие, пока тушь была, ну, скажем так, свежая. Ну, вот опять-таки сказать, что я бы прям побежала повторять, нет. Особенно если учесть, что эта тушь не бюджетная. И тушь от Faberlic, которая очень мне понравилась. Вот опять-таки пока она то ли не подзасохла, то ли не закончилась, просто вот ресницы были очень длинные, объемные, такие, как приподнятые, ничего она мне не склеивала, очень мне нравилась. Это тушь в номере 5598. И давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь тушей, но, девочки, я думаю, восемь тушей. Я вот сейчас вспомнила, что я хотела сюда же добавить водостойкую тушь от Art Deco. Ой, которая вообще вот с ресницами ничего не делает. Вот как будто у вас ресницы не накрашены. Наверное, поэтому у меня к ней рука не тянется. И поэтому, видимо, я ее забыла достать. Она у меня тоже уже давно открыта. Пользовалась я ей буквально несколько раз. Осталась недовольна. И я бы хотела ее сюда добавить, но забыла. Сейчас уже искать не полезу, поэтому будем считать, что восемь тушей. Я вам, знаете, эту тушь, наверное, покажу в следующих пустых баночках. И теперь мы переходим к категории... Нет, не переходим пока. Покажу еще от Essence из лимитированной коллекции Mist. Мне не понравился. У меня он макияж не фиксировал в том плане, что я не заметила никакой разницы, что я без фиксатора макияжа, что я с фиксатором макияжа. Вот как не держался долго макияж, так и продолжал не держаться. Девочки, давайте покажу. Увлажняющий, фиксирующий спрей. Увлажнения я тоже никакого не заметила. Ну, может, это, знаете, просто не мой продукт. Я без фиксатора спокойно обхожусь. И дальше мы переходим тоже к многочисленной моей категории. Это средства для губ. Я знаю, что многие из-за того, что стали носить маски, перестали пользоваться помадами, ну, либо редко стали пользоваться. Для меня ничего не изменилось. Я вот как использовала средства для губ, так и продолжала использовать. Я уже не раз говорила, что за день я успеваю и даже несколько оттенков бывает, ну, как бы, поносить. И я дома наношу либо блеск какой-то на губы, либо бальзам. Когда я домой прихожу, помаду я стираю. Даже если я вот зашла на 10 минут, потом заново наношу. Ну, не знаю, у меня как-то, ну, все расходуется. Плюс, как я уже сказала, на сводче тоже за год уходит, действительно. Немало косметики. Ну, и опять-таки, на начало года много из того, что я вам сейчас покажу, уже было чуть ли не в разряде добивашек. Мне кажется, у меня не было вот таких помад, чтобы я вот новую взяла, и она у меня за год закончилась. Но мы с вами не с помад, мы с вами начнем с бальзамов. Бальзамы у меня тоже всегда как-то активно расходуются, всегда под рукой. И у меня закончились бальзамы от Maybelline Baby Lips. Я сейчас пытаюсь как-то их сериями так взять. Вот такие бальзамчики. И вот такой. Приятные ароматы. Мне Baby Lips нравится, но при этом я не могу сказать, что вау какой-то эффект, что бегите, покупайте. У меня просто вот к ним какая-то личная симпатия. Но как бальзамы, на мой взгляд, это вот не прям супер. Да, на какое-то время губы увлажняют. Да, на них хорошо ложатся матовые, например, помады. Ну, не знаю. Дальше бальзам от Nivea. Тоже меня особо не впечатлило. И еще был нескончаемым просто. Мне в какой-то момент показалось, что он никогда не закончится. Бальзам от Ups. Тоже приятный аромат. Но какое-то время губы увлажнял. Но повторять я бы не стала. Бальзам этот, по-моему, от LP Keo. А, девочки, если сейчас найду упаковку. Мне кажется, я не приготовила. Наверное, вам не покажу. Я тут просто пока раскладывала все по кучкам. Уже куда-то все дело. Очень миленький дизайн. Неплохой бальзам. Помню, что была им довольна. Бальзам от корейской марки. Не понравился. Никакого эффекта от него не видела. И аромат был, знаете, какого-то вот банана. Ну, какого-то химического банана. Так, бальзамы. Я смотрю, все ли я выбрала. Мне все-таки хочется вот показать по категориям. Бальзам, по-моему, от Tony Molle. Неплохой бальзам. Но, опять-таки, повторять бы не стала. Бальзам. Вот такой. Это мне Анечка дарила. Вы знаете, бальзам, с одной стороны, неплохой. Но, тоже какого-то вау-эффекта я не заметила. У меня просто губы... Да, молодец я. Губы сохнут. Мне все время надо, чтобы вот либо блеск, либо бальзам на губах был. И вот его мне тоже приходилось периодически обновлять. То есть, не так, что вот нанесла, и все время губы такие, как вот увлажненные. И бальзам от Blistex абсолютно меня не впечатлил. Плюс он какой-то был сладкий. Вот эта сладость, прям такое ощущение, как будто в рот лезла. Хотя я губы не облизываю. И нет, повторять точно не буду. Единственное, вот аромат был действительно шикарный, очень приятный. Мне кажется, я бальзамы вам все показала. Давайте с вами перейдем к блескам и жидким помадам. Так, а бальзамы мы не посчитали с вами. Там у нас упал Тони Молли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять бальзамов. Для меня это обычно нормальное количество. Жидкая помада у меня закончилась только одна, трилуи. И то я вам говорила, здесь какая-то странная текстура. Мне кажется, вот наполовину она просто куда-то исчезла. Я не настолько вот много ее использовала, чтобы она вот так как-то быстро израсходовалась. Так, блески у нас. Два блеска от Гош. В свое время по какой-то очень выгодной цене покупала. Они продавались набором на Бьюти Хоум. Вы знаете, если переборщить, блеск может растекаться вот за контур губ. И в целом мне они понравились именно вот как, знаете, что-то увлажнение, какое-то увлажнение для губ. То есть наносите и вот на какое-то время губы увлажнены. Правда, на непродолжительное время приходилось их обновлять. Но в целом у меня неплохое впечатление сложилось. Это блески от Гош. Сейчас эта марка на Бьюти Хоум не представлена. Поэтому даже не знаю, продаются такие или нет. Блеск от Эссенс. Я даже не уверена, что сейчас такая линейка еще у Эссенс есть. Неплохой блеск. Если с ним переборщить, тоже мог затекать в уголки губ. Но если нанести достаточное количество... Не знаю, мне нравился. На губах, на мой взгляд, смотрелся красиво. Опять-таки губы на какое-то время увлажнял. Ну, ничего у меня негативного не сложилось от него. Блеск от Вивьен Сабо. Очень красиво смотрится на губах. Расходуется, правда, тоже очень быстро. Здесь всего 3 мл. Какие-то блески идут со спонжиком. Какие-то с кисточкой. И в целом у меня хорошее впечатление сложилось. Мне кажется, у меня далеко это не первый такой блеск. И просто уже не приобретаю. Потому что, ну, уже хочется что-то новенькое пробовать. Дальше блеск от Стеллари. Очень красивый блеск. Девочки, это здесь на стеночках. Там нет ничего. Очень красивый, на мой взгляд. С приятным ароматом. Но так как тут объем то ли 8, то ли 9 мл. Он не скончаемый. Мне кажется, я больше 2 лет им пользовалась. И вы знаете, что один еще такой у меня. Так и не закончился в Project Penny. И еще у меня такой один есть. Тоже его немножко там осталось. Я в свое время 3 покупала. Но вот из-за объема я поняла, что такой объем лично мне надо стараться не приобретать. И блеск от Essence с такой, можно сказать, муссовой текстурой. Очень приятным ароматом. И тоже в какой-то момент мне показалось, что он нескончаемый. В использовании был тоже у меня, мне кажется, больше 2 лет. И вот, благодаря проекту, наконец-таки закончился. Если бы не проект, мне кажется, он бы у меня еще долго в добивашках был. И теперь мы с вами переходим уже к помадам. Помад сразу скажу, тоже много. Но какие-то из помад... Вернее, мне кажется, здесь нет ни одной помады, которая на начало года была бы новой. То есть это помады, которые либо на начало года добивашками были, либо уже, ну, не добивашками, но неплохо попользованы были. Ну, и некоторые из них с такой тающей, быстро расходующейся текстурой. Блески мы с вами... Значит, помада жидкая одна. И блески раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть блесков. Ну, мне кажется, нормальное количество. Помады от Essence из лимитированной коллекции. Тоже была у меня долго она в использовании. От Maybelline. Очень люблю эту помаду. Сейчас такая же есть в коллекции. Небольшой стик. Такая, можно сказать, тающая текстура. Помада увлажняющая. Оттенок этот очень люблю. Хорошая. Помада от Avon. Этой помадой я пользовалась больше двух лет. Помада имела приятный аромат. И, мне кажется, она у меня в начале года закончилась. Но она была капризная. Я не знаю, есть сейчас такие помады у Avon или нет. Помада от Essence из лимитированной коллекции. Красивый оттенок был. Помада тоже приятная была. Помада от Faberlic. Мне ее Леночка дарила. Мне кажется, у Faberlic сейчас нет уже таких помад. Тоже приятная помада в таком красивом футляре. Я ей довольна была. Дальше покажу вам помаду от Avon, которую мне Олечка дарила. Здесь такой тоненький стик небольшой. Но, мне кажется, я ей тоже долго пользовалась. Помада от Lamelle с такой тающей текстурой и небольшим стиком. Мне понравилась. Но я слышала, что девочки говорили, что некоторые помады Lamelle очень быстро портятся от душка. Мне кажется, у меня эта помада так быстро закончилась, что не знаю, испортилась бы от душка или нет. Помада от Maybelline. Мне помада из этой серии нравится. Эта помада у меня долго была в использовании. И, опять-таки, использовала только благодаря Project Pen. Так, это не прям быстро заканчивающаяся помада. Помада, девочки, заговаривайся уже. Помада от Stel. Ристающей текстуры. Вот эти помады, если часто пользоваться, заканчиваются очень быстро, на мой взгляд. И они могут растекаться вот за контур губ. И бывает, что чувствуется на губах. Поэтому, ну, не всем, мне кажется, понравится. Помада от Eva Mosaic, которая у меня не закончилась. Но я решила вам ее показать. И просто ее буду доиспользовать. У меня она в номере 03. Я ей очень довольна. Она у меня третий год уже. Вот осенью два года было, как я приобрела. Пользовалась я ей активно. Она у меня то в сумке живет, то на столе стояла. Оттенок, на мой взгляд, очень красивый. Помада может подсушивать губы. Но я ее наношу, если вот дома наношу, то на бальзам. Ну, вот осталось не так много. Я ее, когда доиспользую, я думаю, покажу вам в пустых баночках. Но просто я ее уже в пустышке декоративки за 21 год сохранять не буду. И последняя это помада в карандаше от Essence. Тоже очень давно в моей коллекции. И рада, что благодаря проекту доиспользовала. Ничего плохого про нее сказать не могу. Но также особо она меня не зацепила настолько, чтобы я ее стала повторять. Ой, девочки, все вам показала. Конечно, видео, как всегда, вышло долгим. Я надеюсь, что вы все-таки не заскучали. Вот столько косметики. И, девочки, попробуйте, кому интересно, тоже хотя бы один год сохранять декоративную косметику, если вы тоже часто делаете макияжи. Потому что, когда я вот не собирала пустышки декоративки весь год, мне тоже казалось, что у меня за год ничего не заканчивается. Потому что про половину средств, если бы я вот не собирала, я бы даже не вспомнила, что у меня это было и было именно в этом году. А когда собираешь, в конце года оказывается, что все-таки заканчивается много. Ну, я так поняла, зависит еще количество от того, сколько у вас, скажем так, добивашек на начало года. Вот чем больше добивашек, тем, скорее всего, больше косметики будет использовано за год. И вот это все, что я вам хотела показать и рассказать. Всем огромное спасибо за внимание, за ваши добрые советы, добрые комментарии. Хочу еще раз всех поздравить с наступающими праздниками, пожелать здоровья, счастья, благополучия, чтобы все, что вы задумали, обязательно исполнялось, чтобы у вас всегда было отличное настроение, чтобы ваши близкие были рядом, чтобы у вас были верные друзья. И просто вам огромного-преогромного счастья. И буду с вами прощаться. Всем счастливо. И до новых встреч, до новых видео.